Писательскую жизнь Владимир Иванович начал с топонимического словаря от Женикидзовского района. На собственные деньги было выпущено несколько экземпляров книги «Путешествия по северу Хакасии». Небольшой справочник собрал всю информацию о горах, реках и достопримечательностях района и даже названиях улиц Копьева. Параллельно он занимался реабилитацией репрессированных родственников своей жены. Ее семья из 13 человек была раскулачена и сослана в Хакасию. После заявления и сбора документов восстановить права в 2012 году удалось двоим членам семьи. И по ходу у меня опять появлялись материалы. И я однажды на сайт зашел, администрации, они только-только скопировали книгу мобилизации Саралинского военкомата 41-45-х годов. Данные краеведа заинтересовали и постепенно он начал создание первого тома «Книги памяти». В первую часть вошли более 2000 жертв репрессий. О каждом есть краткая информация – имя, фамилия, дата рождения, за что был сослан и восстановлен ли в правах. Для списков Владимир Камынин исследовал архивы библиотеки и интернет-ресурсы. На написание второго раздела, посвященного солдатам Отечественной войны, ушло более года. К тому времени в «Солдатах Победы» Хакасии, по нашему району, насчитывалось 1535 солдат Победы. Я за то время, пока работал над этой книгой, нашел еще 1700. На сегодня я еще добавляю около полутора тысяч солдат. Последние данные уже пойдут во второй том «Книги памяти». О краеведе уже давно знают за пределами республики. Владимиру Камынину активно пишут со всей страны семьи фронтовиков, кто когда-то жил в Аджоникизовском районе. Присылают фотографии и письма с войны. К хобби, ставшему частью жизни, знакомые писателя относятся по-разному, но большинство поддерживают и считают его настоящим патриотом. Зачем вы делаете эту работу? Но за тем, что кто-то должен это делать. Благодаря краеведу-самоучке были найдены еще три героя Советского Союза. Все они жители Аджоникизовского района. До этого знали только Марию Цуканову. Экземпляры книг памяти Аджоникизовского района теперь есть в Главной библиотеке республики и, конечно, в Копьевском музее. Сотрудники музея активно сотрудничали с Владимиром Камыниным, составляли списки, исследовали документы. Треть информации для создания списков пришла именно из музея. Это человек, который живет не для себя. Мы очень рады, что такие люди находятся. Это энтузиаст, который не щадит ни времени, ни сил. Вот когда бы к нему не позвонил, он работает на компьютере. Я горжусь тем, что я близко с ним знакома и тем, что я принимала участие в этом проекте. И теперь план у писателя грандиозный. Он надеется собрать деньги на второй том книга памяти и к концу года ее выпустить. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия. Ветеранами ВДБ Ганин. Ветеранами ВДБ Ганин. Сан мобиль.